Братья и сестры, мир вам! Бог дал сегодня нам прекрасное время. Сегодня 1 марта. И мы сегодня по милости Господней находимся в доме молитвы, чтобы сегодня еще раз подтвердить для всех, что сила крови Христа, Его могущество, Его полнота, оно наполняет землю, и Господь царствует. Аллилуйя, братья и сестры! Поэтому слава вся Господу сегодня, и я приглашаю Божий народ подняться на ноги, и мы будем петь славу нашему Господу. Тебе хочу я воспеть, Аллилуйя! Бог мой, Господь, я тобою дышу, благодарю я Тебя за спасение, и Аллилуйя пою. Благодарю я Тебя за спасение, и Аллилуйя пою. Сила Твоя даже смерть победила, Твоей любовью я сердце смирил. Вечный мой Бог, я Тебя прославляю, и Аллилуйя пою. Вечный мой Бог, я Тебя прославляю, и Аллилуйя пою. Благодарю я Тебя прославляю, и Аллилуйя пою. Благодарю я Тебя прославляю, и Аллилуйя пою. Благодарю я Тебя прославляю, и Аллилуйя пою. Я так стремлюсь у Достоица чести, Благодарю я Тебя прославляю, а Аллилуйя пою. Чашу страданий с Тобой расславляю, И Аллилуйя пою. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет Тебя от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Аллилуйя! Насыщает благом и желание Твое, обновляется подобно орлу юнас Твоя. Аллилуйя! Знаете, утром мы молились, а мне такое есть свидетельство, знаете, оно, чтобы оно укрепило веру Твою и мою. У меня друг есть, его отец. Когда он в сухобезводном отсидел, пришел домой, семья большая, в селе жили. Тяжело было. И он говорит, и отец мой уже потерял веру. Есть Бог, нету Бога. Тяжело, знаете, когда все хорошо, нам все хорошо. А вдруг что-то случилось. И он взял Библию и семь километров пешком пошел в одно собрание, где собирались святые. И сел, говорит, я сзади сидел. И думаю, Бог есть или Бога немая. Видите, какие обстоятельства бывают. И вдруг, говорит, вывозят наперед там. Тесно было вывозить на коляске парализованного человека. И подошли братья. И, говорит, как замолились. И он, говорит, я слышу, кости щевелятся. Кости начинают трещать внутри. И сила, говорит, меня наполнила. Я выбежал с этого молитвы на дом. Бежал домой, кричал семь километров. Господь есть Бог. Аллилуйя. Бог знает, как укрепить твою и мою веру сегодня. Он свят. И, говорит, я утром встал. Отец его под мышку взял Библию. И пошел проповедовать. И говорит, Бог есть живой. Аллилуйя. Церковь живые. Аллилуйя. Да благословить нас Бог сегодня. И укрепить мы идем молитвы до Господа. Аминь. Благодарю тебя я, Господь из Назарета, За счастье, что тобою не дамо. За то, что в этот дождь Меня перед жизни встретил И стало на путях моих светло. За то, что в этот дождь Меня перед жизни встретил И стало на путях моих светло. И шел ко мне навстречу Господь из Назарета Повел путем мне прежде И в этот дождь И везде встречались люди Которых ты утешил Которых ты нашел и исцелил Везде встречались люди Которых ты утешил Которых ты нашел и исцелил Я видел слезы счастья В глазах освобожденных И слышал твои круткие слова Смотри, будь таким же Смотри, делай то же Люби людей, так любишь ты себя Смотри, будь таким же Смотри, делай то же Люби людей, так любишь ты себя Иди меня и дальше Господь из Назарета Я знаю, что найду Твои следы Лишь там, где людям тяжко Лишь там, где ищут света Где боль людей бессмертной глубины Лишь там, где людям тяжко Лишь там, где ищут света Где боль людей бессмертной глубины Иди меня, Боже Господь из Назарета Пусть там, где мне пройти Тобой домой Не будет нам теленных Не будет несогретых Твой свет во мне пусть светит на речу. Не будет обделенный, не будет несогретый, Твой свет во мне пусть светит на речу. Сегодня день, когда мы идем к Иисусу со своими нуждами, со своими проблемами, а Он знает все, Он прощает, и Он омывает нас через Его кровь, и мы имеем спасение. Слава Иисусу Христу! Часто, порой, когда мы приходим на это служение, мы себя проверяем и думаем, достойны, недостойны, подхожу к этому служению, страхи, трепети, но не знаю. Братья и сестры, мы должны быть уверены в Его кровь святую, которая омывает нас от всякого греха и освобождает тебя. Этот подарок был даром данный тебе. Да, Он был драгоценный подарок, который был заплочен за нас. Нам не надо было платить. Он нас спас, и нам не нужно теперь платить, потому что Он заплатил. Аллилуйя! И Он смотрит на нас через кровь Иисуса Христа на нас. И Он видит, и Он знает сустав твой. Он знает тебя, Он знает каждый день, как ты ходишь перед Ним. И когда ты ехал сюда, Он все знает. Братья и сестры, Он любит тебя. Сегодня Господь, Он любит тебя, Он хочет, чтобы ты участвовал в служении в этом святом. Он хочет, чтобы ты радовался сегодня, имел эту радость спасения. Читаю один стих, и будем молиться. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, верующие в Него, а мы есть те, которые уверовали в Иисуса Христа. Он нас спас. Не то, что мы захотели это спасение, но Он нас привлек. Он нас нашел, когда мы еще были грешниками. Он увидел эту землю, и Он послал Сына Своего, и свершилось там, на Голгофском кресте. Это чудо, когда грехи наши были оплочены, и Он оправдал нас пред Отцом Своим. И мы можем приходить с верой к Нему, брать эту чашу, вкушая от тела Его, иметь и знать, что мы есть сыновья и дочери Его, спасенные, оправданные. Аллилуйя! Молимся и благодарим Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Единому, пребудному Богу, Спаситею нашему, Честь Иисуса Христа, Честь Иисуса Христа, Господа нашего, Господа нашего, Слава и Величества, Господа нашего, Господа нашего, Слава и Величества, Господа нашего, Слава и Величества, Господа нашего, 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 Госп освобождения и покаяния моего сына. Благодарю, сестра в Господе. Дорогая церковь, прошу помолитесь о сыне, чтобы Господь спас его и послал всякое устройство в его спасении. Мама, дорогая церковь, прошу помолитесь за моего сына, чтобы Бог освободил его от греховной зависимости. Мама, дорогая церковь, помолитесь за меня, чтобы Господь подкрепил меня духовно и телесно, чтобы помог мне пройти этот путь, который мне назначен с Божьей помощью. Я все ему доверила, с любовью ко всем, сестра в Господе. Помолитесь за сестру Таню, она заболела, чтобы Бог дал здоровье. Благодарю. Дорогая церковь, помолитесь за мою сестру Таню, она в тяжелом состоянии в госпитале. Только Господь может ступиться и исцелить. Благодарим Господа. У нас родился еще внук. Слава Богу. Просим помолиться за семью Яна и Вики и их новорожденного сыночка, чтобы Бог укрепил Вику и дал сил для восстановления после родов, а также хранил и благословил всю жизнь их мальчика. С любовью, семья Лопатиных. Мы поздравляем семью Лопатиных, поздравляем Яна и Вику с рождением. Ян долго уже ожидал сына. И слава Богу, у них теперь пополнение в семье. Я хотел бы прочитать для тех, мы заметили, что у многих родителей скорби. Дети отступили от Бога, дети попали в эту проказу греха, но есть надежда. У нас есть Иисус, который исцеляет от всякой этой греховной проказы, который исцеляет и освобождает от наркомании, который освобождает от всех грехов. Иисус есть на этом месте. И мы Ему доверим. И я прочитаю один из моих любимых стихов. Это для вас, мамы, кто сегодня молится, и папы, кто молится за своих сыновей, за своих дочерей. Это из книги пророка Исаии, 49 глава, 24-25 стих. «Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» Да, так говорит Господь. «И пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Господь спасет твой дом, Господь спасет твою семью. Доверяй Богу, не опускай рук, какая бы ситуация ни была, какие бы веси ни приходили плохие в твой дом. Надейся на Господа, и Господь все устроит. Давайте мы встанем и помолимся Господу нашему. Перед служением умывения я почитаю такие всем нам известные слова Иоанна от Иоанна, 13 глава, 1 стиха, и нища, и мы будем молиться. Перед праздником Пасхи Иисус знает, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечерей, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус знает, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и к Богу отходит, встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? И Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. И Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. И Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все, ибо знал Он предателя своего. Потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умывал им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг к другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блажены вы, когда исполняете. Слава Господу нашему, встанем на наши ноги и будем молиться. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ефесянам 5 глава 32 стих тоже один Ефесянам 5.32 Тайная сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви Я так и назвал это слово «Великая тайна» То место первое, которое мы прочитали Довольно-таки большая глава, 58 стихов Но здесь семь раз подобий Царствия Божия вспомянуто Семь подобий, это пятое подобие Царствия Божия о сокровище скрытому на поле Одно из этих семи подобий Царствия Божия Христос сам истолковал Поэтому там не надо прилагать толкование Но мы можем подозревать или определять, что-то думать Что же сокрыто в этом подобии Царствия Божия? Небесное сокровище, скрытое на поле Человек, найдя это сокровище, подал, пошел, все продал ради этого сокровища И купил все поле Не сокровище, одно, все поле Знаете, богословы, по крайней мере, некоторые из них говорят, что речь идет как раз о Церкви Божьей О Церкви Божьей Кто-то говорит, это остаток Израиля, которое Господь приобрел себе как сокровище Некоторые говорят, что это Церковь Божья Христос, когда толковал эту притчу, потому что это притча, притча о Царстве Божьем Он, когда говорил о посеве пшеницы и плевлах, он толковал так, очень коротко и просто Поле есть мир Поэтому мы можем приложить толкование и к этой пятой притче, что поле – это мир Человек, который нашел это сокровище, предыдущей притче, он говорил, это сын человеческий, то есть сам Иисус Христос Купил поле, все поле, весь мир Каким образом? Надо платить, за все надо платить Кровью Своей Все люди, те, которые признают Его как Господа, по сути дела они могут иметь спасение Но все ли люди признают Иисуса Христа как Господа, как Спасителя? Да нет, не все, конечно, не все Я бы даже сказал, что меньшая часть только признают, что Иисус Христос есть Господь, именно за них пострадал Так вот этих он знал, узнал Сокровища, сокрытые на поле Сокрытые на поле Говорит апостол Павел, что тайна сия велика Слово Божие говорит о некоторых тайнах, впрочем, которая уже открыта И здесь так и говорится во втором половине этого 32 стиха 5 главы Ефесянам Я говорю по отношению Христу и Церкви Христу и Церкви Процесс искупления, уплаты за это поле Но особенно это сокровище, это жемчужина в другой притче сказана Это Церковь Господа Иисуса Христа Люди могут по-разному относиться к этому Но Господь выражает несколько В отличие от людей свое отношение к Церкви Поэтому мы немножко дальше скажем Но вот послушайте, почему это была тайна Сокрыта от веков и родов Несколько тайн, которые вспоминаются в Слове Божьем Я на этом не буду много останавливаться Но все-таки вспомню Допустим, Коринфянам 15 глава Поговорю вам тайну Не все мы умрем, но все изменимся Придет тот момент, когда Господь придет за Церковью Своей И те, которые будут живы в момент пришествия Они изменятся вдруг в мгновение ока Мертвый воскресло Тайна для язычников, которой есть Христос Мы, как язычники, не были приобщены к народу Израильскому избранному народу Но эта тайна, новозаветняя тайна Мы тоже сопричислены к этому стаду Господню Господь так определил И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти 1 Тимофея 3,16 Легко запомни, правда? Как мы говорим, Иоанна 3,16 Беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти Оправдал себя в духе Показал себя ангелом И так дальше вознесся во славе Это тайна Тайна беззакония 2 Филатийцам 2,7 Человек греха откроется Тайна благочестия Тайна семи звезд Тайна семи светильников Что-то названо Словом тайна Хотя эти тайны уже открыты Но открыты в Новом Завете В Ветховом Завете Не было ничего известно Тайна Вавилон Великий Ложная религия Она откроется Это станет известно Тайна Великая Касательно Христа и Церкви В Ветховом Завете Вы не найдете Слово Церковь Это тайна Это закрыто было От Веков и Родов Хотя как тень Как какой-то отблеск Да, это можно было видеть Это можно было видеть И мы находим Вот как раз именно В этом промысел Господний Господь все знал Наперед И предусмотрел Об этой Церкви Песни песней Человека Умудренного от Господа Соломона Возможно, он воспевал Соломиту Которая была Смуглая кожа И отношение к ней Но даже не зная того Он сказал пророчески Об этом многие говорят Богословы О Церкви О любви Господа К Церкви И любви Церкви К Господу Послушайте Я просто прочитаю Какие эпитеты Дух Святой Через Соломона Выразил Да, это касательно Церкви Я чуть позже скажу Почему я убежден Что именно к Церкви Тоже сказано Аллегорически Но сказано Потому что Это то сокровище Которое Господь нашел На поле Поле весь мир И там Но в этом поле В этой стране В Украине В Белоруссии В России Господь Находит Эту жемчужину Это сокровище И вот смотрите Какое отношение Господа К этой Жемчужине К этому сокровищу Иногда мы Знаете Привыкаем Друг к другу Мы уже больше Двадцати лет Вместе Ну кто там сидит Ну там Володя Сидит Там Слава Сидит Там Михаил Иванович Сидит Да мы знаем Некоторые недостатки Знаем Привычки Знаем Ну кто они Ну кто такой Володя Да знаете Меня тоже И недостатки Мои знаете Но смотрите Как Господь Смотрит На церковь Свою На сокровище Своё Первые главы Песни Песни Голубица Моя Под кровом Утёса Покажи мне Лицо Твоё Дай мне Услышать Голос Твой Сотовый Мёд Каплет Из уст Твоих Невеста Мёд И молоко Под языком Твоим Запертый Сад Сестра Моя Невеста Заключённый Колодец Запечатанный Источник Садовый Источник Колодец Живых Вод Прекрасно Ты Возлюбленная Моя Как Фирца Это красивый Город В древности Любезна Как Иерусалим Грозна Как Полки Со Знамёнами Черное Оно Красиво Как Шатрики Дарские Как Завесы Соломоновы Новый Завет Говорит Церковь Столб И утверждение Истины Может Мы знаем И недостатки Друг друга И может Не прилагаем Таких Эпитетов Возлюбленный Прекрасный Мой брат Или Сестра Моя Но Господь Нашёл Вот такие Эпитеты Через Уста Соломона Чтобы Сказать Тебе Дорогая Церковь Голубица Моя Запечатанный Источник Сестра Моя Невеста Мёд Под языком Молокой Мёд Под языком Твоим Ты Черна Но Красиво Почему Потому что Положена Большая Жертва Нету Больше Той Жертвы Если Кто Отдаст Душу Свою За Друзей Своих Говорит Иоанн В пятнадцатой Главе А Христос Как раз Жизнь Одал И сегодня День Вспоминания Той Жертвы Ефесянам Это же Пятая Глава Как и Христос Возлюбил Церковь И Предал Себя За Нее Поэтому Нашлись Такие Эпитеты Такие Красивые Такие Нежные Слова Именно К Церкви Господь Смотрит На Эту Жемчужину Через Кров Сына Своего Через Жертв Сына Своего Мне Очень Нравится Один Псалом Старый Украинский Псалом Я хочу Прочитать Послушайте Послушайте Сердцем Я прийду Вже скоро За тобою Візьму Тебе Я в небеса Я купив Тебе Ціною Крови Дивная Голубонька Моя Шумні Води Не згачать Любові Ріки Світу Не зальють Її Я купив Тебе Ціною Крови В муках І Стражданнях На Хрисці Скоро Сурми Сурми Голос Залунає Труп Голос Всі Почують Надзвичайний Крик Суд Гряде Над грішною Землею Ти ж Готова Будь У кожну Мить День Весіля Скоро Наступає В небі В небі Приготовлена Тобі Там Єрусалим Тебе Чекає Будь До Смерті Вірна Я Мені Це Слова О Церкві Господа Ісуса Христа Тайна Сокритая От веков Йордовно Открытая В Новом Завете Избрана Я Из многих Даже Верующих Казалось бы Верующих Но те Которые Рожжені Свіше Которые Запечатлені Духом Святым Це Невеста Господа Ісуса Христа Облачен Ісус Чистий Для Слави Господа Она буде Там В небесах Вместе С Господом Як Ми Часто Недоцениваєм Церкові Це Не постановлення Братів Или пастыров Нет Це Господь Сказал Я Создам Церковь І врата Ада Не одолеють Йод Слышите? Не одолеють Врата Ада Якби Не ратували Когда-то Один Сильний муж Грамотний муж Ратував Против Церкви Но Господь Явился Ему І сказав Трудно Тебе Іти Против Вражна Савву Трудно Тебе Іти Ні одно Оружие Оточеное Против Церкви Не буде Успешно За Церковью Господь Какі Бо там Небыло Недостатки Возможно В отдельных членах Богу Мой брат Отец Пойдем Недостатки Первое послание Коринфянам Шестая Глава С девятнадцатого Стишка Прочитаю Два стишка Только Не знаете ли Что тела Ваши Суть Храм Живущего В вас Святого Духа Которого Имеете Вы От Бога И вы Не Свои Ибо Вы куплены Дорогою Ценою Посему Прославляйте Бога В телах Ваших И в душах Ваших Которые Суть Божии Пожалуйста Присядьте Братья Сестры На несколько Минут Всего Я не буду Говорить Сегодня Проповедь Но я бы Хотел Наши Внимания Заострить Сегодня Перед тем Как мы Перейдем К вечере Господней Совершившим Молитву Благословения На это Особое Служение Я хочу Чтобы вы Обратили Внимание Что вы Не Свои И Что Мы должны Прославлять Бога Именно В телах Наших И Мы Есть люди Особые Мы Храм Святого Духа Я смотрю Братья и сестры Сегодня На Свет Который На улице Так Который От солнца И Думаю О том Что как Велико Светило Дня Оно Не взирает Ни на Какие Обстоятельства Которые Проходят В мире Сегодня На Чрезмерное Возможное Нагнетание Всего Что есть На Катаклизмы На События Оно Не смотрит На то Что в штате Вашингтон Объявлено Чрезвычайное Положение И Люди Многие В огромнейшем Страхе Оно Исполняет Своё Величайшее Преназначение Святить Людям Благословением Приношать Свет Надежду И Самое Главное Приносить Жизнь Согласны С этим Церковь Скажите Аминь Когда я Смотрю На эти Чаши Которые Стоят На хлеб Который Сегодня Приготовлено Заботливо Я Понимаю Ещё Одно Самое Великое Которое Есть Что Иисус Христос Умер И воскрес И что Кровь Иисуса Христа Это Величайшая Сила Которую Невозможно Победить Которую Мы омыты Братья и Сёстры Которая Дана Для нас Как Оправдание Нашего Состояния Духа Души И тела О том Что мы Не свои Мы куплены Дорогою Ценою Мы Омыты Кровью Христа Посему Я обращаюсь К каждому И к себе В том числе Знаем ли мы Цену Крови Сей Которая Была Пролита Ибо это Служение Оно Братья и сёстры Доколе Солнце Светит На земле Доколе Будет Оно Свершаться Вот здесь Доколе Многих Христа Не ступят На землю Свидетельствую О величайшей Цене Которая Заплачена Для нашего Искупления И ты Сегодня Простой Человек Возможно Ты Себя Не считаешь Очень Мудрым Или Считаешь Особо Мудрым Разницы Нету Но ты Являешься Божьим Человеком Искупленным Его Кровью Святою Ты Не свой Милый Мой Брат И сестра Посему Нам Дается Право Сегодня Если Наша Вера Ослабляется Взойти На Голгофу И Стать Перед Его Святым Лицом Зная Цену Крови Христа Зная Насколько Величайшая Сила Заложена В этом Я приглашаю Вас Подняться На ноги Сейчас Перед Нами Еще Будет Молитва Для благословения Этого Особого Служения Я хочу Чтобы Каждый В этот Момент Пережил Эту Особенную Встречу С крестом Голгофским И с Голгофою Взойдя И вставши Перед ним Сегодня Знаешь ли ты Цену Поем мы В одном Из Крестьянских Гимнов Знаешь ли ты Цену За которые Ты Искуплен Был Вспомни О ней Сегодня Может быть Твой разум Разделяется На множество Разных Таких Знаешь Мнений И положений Но ты Взгляни На крест Голгофский Это самая Простая Проповедь В жизни Человека Взглянь Грешник Взглянь Взглянь На раны Христа На текущую Кровь И познай Что его любовь Превыше солнца Его любовь Сильнее Потому что Солнце Создание Его Его любовь Она велика К тебе Он заплатил Цену Смертью Своей Для оправдания Твоего Для того Чтобы ты Святой Сегодня Стоял На этом месте Чтобы руки Простерли Святыне И видели Силу В крови Христа Аллилуйя Аминь Вспомните А сколько раз Ты принимал Это хлеб И вино И чувствовал Как исцеляющая Сила Божия Входила В твои внутренности Я знаю Людей На этом месте Которые С верой Брали Вот эту Чажу С вином И тяжелые Формы Болезни Уходили Ибо Сила Крови Христа Велика Ранами Его Мы исцелились Братья Сестры Аллилуйя Слава Господу Если Ты нуждаешься В молитве Просто с верою Подними руку И стой Перед Голгофой Повторяя Я не свой Я куплен Ценой крови Я омытый Кровью Христа И ты почувствую Напоминаю Напоминаю О дополнительном Сборе Котором Мы согласились Для погашения Платежа Молитвенный Дом Тому Пускай Бог Благословит Я буду Считать Слово Божие Есть так Написано Книга Придж Один из законов Это закон Сеяния И жатвы Дорогие друзья И апостол Павел Павел пишет на этот счет И говорит такие слова Говорит Перед всем скажу Кто сеет скупо Тот скупо И пожнет А кто сеет щедро То щедро И пожнет Дорогие друзья Один из законов Божьих Который работает Как и в духовном Так и в материальном Мире Это закон Сеяния И жатвы И верим ли мы в это Или не верим Но он работает Он работает Дорогие друзья И потому апостол Павел Говорит Каждый уделяй По расположению Сердца И не с огорчением И не с принуждением Ибо Доброохотного Дающего Любит Бог Да благословит Господь нас Расположит Наши сердца В этом служении Молимся Харысты что-то Все улыбаются Не знаю отчего Но я начну с того Братья и сестры Что жизнь на земле Продолжается И будет продолжаться До тех пор Пока ноги Благословенного Всеми Иисуса Христа Не вступят На эту землю И я поэтому Приглашаю Таню Никитову Пройти вперед Таня пожалуйста Туда Ближе Перед столом Да Хорошо Спасибо Также Я приглашаю Даника Пилата Пройти Вперед Даник Пожалуйста Прекрасная Молодая Пара Но это не все Братья и сестры Я приглашаю Викторию Пусяк Пройти вперед Я также Приглашаю Даника Гештимулты Пройти вперед Возлюбленные Господом Братья и сестры Перед нами Две прекрасных Молодых Пары Которые Являются Членами Нашей Поместной Церкви Ихние Родители Сегодня Среди нас Также Я попрошу Родителей Тани Никитовой Подняться Чтобы вы видели Кто Родители Пожалуйста Поднимитесь Отец Наверное В рейсе Также Мама Даника Есть сегодня Здесь Люда Даника Второй О Они здесь Родители Мы рады Вас видеть Тоже Сегодня Также Я попрошу Родителей Виктории Подняться Они здесь И Попрошу Маму Даника Гештимулты Также Подняться Да Пожалуйста Садитесь Сегодня Хочу Сделать Такое Знаете Официальное Прекрасное Объявление Что Эти молодые Люди Согласились Создать Новые Семьи Так И У них Состоялось Обручение 22 февраля Обручение Состоялось У Тани И Вданика И Вчера Уже 29 Состоялось Обручение У Виктории И Вданика Также Они Очень Счастливы Братья Сестры Они Желают Создать Свою Новую Семью Они Любят Друг Друга Поэтому Я Сегодня Объявляю Перед Семь Даника Как Жениха Для Тани Даника Пилата А Таню Невесту Для Даника Пилата Два Даника Сегодня Также Я Объявляю Даника Гештемулты Как Жениха Для Виктории И Викторию Как Невесту Для Даника Гештемулты Да Благословит их Господь Они Добрые Прекрасные Христиане И Радуют Наше Сердце Поэтому Они Имеют Право Благословения Церкви Братья Сестры Благословим Нашей молитвой Громче Скажите Благословим Давайте Тогда Поднимемся На наши Ноги И Помолимся За их Благословение Господь Святой Мы Благословляем Этих Две Молодых Пары Господи Да Будут Они Благословенны Боже Да Будут Они Господи От престола Твоего Охвачены Богатством Твоей Славы Боже Радостью И счастьем Боже Мой Ибо Никакие Воды Не сможет Загасить Любови Боже Загасить Этих Особых Чувств Между Людьми Которые Возникают Господи Ничто Не может Помешать Когда Люди Любят Друг Друга Поэтому Благослови Их Боже Благослови Их Решение Создать Семьи Господи Боже Благослови Их Дорогу И Подготовку Господь Мы Их Продаем Твоей Святой Благодати Во имя И Святого Духа Аминь Ну а теперь Время Поздравлений Пожалуйста Присядьте Пожалуйста Братья и сестры Это наш праздник Сегодня Так же Как и родители И родственников Близких Пускай Господь Благословит Любовь Так И Чтобы Еще Больше Молодых Пар Вступали В брак Радовались И Были Счастливы В своей Жизни Наверное Горько Благословит Редактор субтитров Благословит Продолжение следует... 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 Братья и сестры, я сделаю объявление для тех, кто изъявил желание принять Святое Водное Крещение в этом году, пока у нас насчитывается 17 человек, и мы планировали, я говорил, что будет первое занятие сегодня во время вечернего служения. Друзья, мы перенесем на следующее воскресенье, следующее вечернее служение, это следующее воскресенье, вечернее служение в 6 часов в братской комнате. Я еще вышлю текст-месседжи, сообщу, но тех, кто здесь присутствует, кого нет, можете передать, поэтому пусть Бог благословит, чтобы знали. Ну, на служение можно все равно прийти. Братья и сестры, и последующее объявление, вечером мы имеем служение на этом месте с участием нашего детского хора, детей, пожалуйста, привозите ваших детей, приходите. Между прочим, скажу так, что это одно из самых многолюдных вечерних служений, которые в нас бывают, когда участвуют дети. Пускай Господь благословит всех нас, так, и наших детей. Следующее объявление, которое я хочу объявить для всех лидеров нашей церкви, для диаконов, руководителей групп, всех, я уже рассылал текст-месседжи, так, но еще раз, что сегодня на 4.30 состоится встреча лидеров нашей церкви по вопросу планирования наших служений в жизни церкви, так. А также объявление для всех молодых семей, вообще до семей до 40 лет по возрасту, так. В следующее воскресенье после служения на минут 10-15 состоится встреча и со всеми молодыми семьями до 40 лет вообще семейными, так, и с людьми до 40 летнего возраста. Мы хотим с вами встретиться и немножечко обсудить некоторые планы жизни, так, семейных людей, так. Пускай Господь благословит. Что дальше хочу еще сказать, братья и сестры, объявлений таких больше особых нету. Есть напоминание, что в свадебном зале в нашем, вот так, на стенке с той стороны, там целый, знаете, гора сейл. Там выложена прямо одежда лежит, вся одежда, которая забытая вами, купленная одежда, так. Хорошая, доброкачественная одежда, которую вы брали на кемпы, которую вы позабывали вот здесь в церкви, так. И, пожалуйста, сегодня последний день заберите все, ваше свое заберите. Что останется, оно уйдет на миссию. Мы дальше ее держать не будем. Это одежда в течение года. Пожалуйста, просмотрите ваши вещи, зайдите. Может быть, вы забыли, но вы зайдите и посмотрите. И последнее, что я хочу сказать вам, братья и сестры, перед нашей молитвой благодарности так, что не секрет, если я скажу об этом, но как официальное лицо в церкви должен сказать, что в нашем штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение через коронавирус. Об этом знают уже все газеты напечатали русские, украинские, американские. Все знают, что немножко жилась такая обстановка в нашем штате, что первый человек умер от этого заболевания, так. Очень старенький человек, обессиленный, так. И хочу сказать, чтобы христиане особенно не падали в панику, так. И понимали, что все зависит от Господа, который благословляет. И знаете, очень вредит много того, что один другому передает панику, и люди сидят целыми днями возле телевизоров, компьютеров и выискают всякую всевозможную информацию, так. И мало того, что они сами уже напуганные, так, что их даже поднимать не надо, они уже порхают на своем страхе, они других еще загоняют в такое состояние. Верующие люди, святые люди, мы имеем силу Божию, так, имеем благословение Божие, мы особо выбранные. Давайте будем это достоинство хранить. Конечно, я вам скажу так, что Библия говорит о том, что он везде и кругом, куда ты не пойдешь, я сохраню тебя. Но для Израиля, давая закон, Бог сказал так, когда строишь дом твой, сделай ограждение на кровлю дома твоего, то есть безопасность. Мудрость дает безопасность. Поэтому прежде всего мойте руки. Так президент нас сказал, мойте руки так. Так, постоянно мойте руки, это вам поможет очень сильно, так. И вы будете чувствовать, что действительно заботитесь о себе. И Господь вам поможет, так. И иногда мы целый день не моем руки, так. А бегал туда, мойте постоянно руки. Идете в церковь, мойте руки. Дома пришли, с магазина кругом, мойте руки. И пользуйтесь тем, чтобы руки были чистые. Потому что наибольшее, все, всякая инфекция передается через это. Это не только о том, что у нас сегодня говорят о коронавирусе. Это флу. Если вы заболели, так, пожалуйста, не идите больные в церковь. Мы говорим, а у меня горло болит, там я чихаю, так. Знаете, я однажды сделал одну, ну, сделал по Слову Божьему. Так принято было у нас. Я объявил в церкви лет, может, 5-6 назад. Братья, сестры, поприветствуйте сердечно друг друга. Мы забываем об этом приветствии. И вот одна сестра ко мне подходит и говорит, пастора послушала. Поприветствовалася. И говорит, вот целую неделю или больше пролежала от гриппа. Поэтому, если есть что-то, братья, сестры, давайте будем просто уважать друг друга и понимать, что грипп есть грипп, все болеем так, а его передавать не надо. Лучше побыть дома и просто выздоровавшись радостно идти. Согласны, братья, сестры? Я не буду больше говорить ничего. Вы умные люди, вы грамотные люди. Да благословит вас Господь. А мы будем молиться, что Бог хранил, защищал нас так. И что, возможно, будем делать с нашей стороны, чтобы церковь была благословенна, и чтобы мы радовались друг другом, а не молились о целой сериале больных людей. Помолимся. Хорошо, друзья мои, давайте мы тогда поднимемся на наши ноги. Давайте мы благодарим Господа за это служение. Помолимся друг за друга. Помолимся за эту эпидемию, которая по земле ходит. И будем понимать, что надо, как выставили на нашем вайбере, помазать косяки дверей нашего сердца, нашего дома кровью Иисуса Христа. И Господь будет с нами, братья, сестры, когда мы будем святы и ходить перед Ним. Молимся церковь. Продолжение следует...